Казахстанцам следует запастись терпением. Аномальная жара будет господствовать еще некоторое время. В нашей области 11 июля ожидаются экстремальные 45 градусов. За выходные спасателям удалось вызволить из воды сразу восьмерых актюбинцев. В одном случае унесло течение катамаран, в другом перевернулась лодка с отдыхающими. Сегодня началось слушание по делу об убийстве 4-летнего Данила Ахунова, чье тело со свидания ударов было найдено на пустыре на скамье подсудимых отец мальчика. Жители пяти домов по Чикалино признанных аварийными еще 16 лет назад боятся оказаться под завалами. Сегодня люди пришли в Акимат узнать, когда им ждать обещанного новоселья. Здравствуйте! Вы смотрите программу «Факт». В студии работает Ирина Черней. Аномальная жара ожидается на всей территории Казахстана до 43 градусов. Правда, с прохождением западного циклона сообщает Казгидромет на западе, затем на севере и в центре страны прогнозируются дожди с грозами, градом и шквалистым ветром. Аналогичная картина ожидает и жителей нашего региона. Прогноз погоды на 11 июля по городу Ахтубе. Облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 23-25. Днем очень сильная жара 40-42 градуса. 11 июля в области будет без осадков. Ночью ожидается 22-25, днем до 40-45 градусов. И только в среду на западе региона и в четверг в северных районах жара несколько отступит. Здесь пройдут кратковременные дожди с грозой и шквальным ветром. Ночью температура воздуха составит 23-28, в дневное время 30-35. На юге области до 38. А 13 июля даже в южных в частях региона синоптики прогнозируют 31 со знаком плюс. Кастак сообщает, сотрудники служб по чрезвычайным ситуациям перешли в режим повышенной готовности. Из-за прогноза 43-градусной жары в Казахстане, сообщает пресс-служба МЧС. 43-градусная жара и дожди ожидаются в ближайшие трое суток в Казахстане, говорится в сообщении. За минувшие выходные спасателям удалось вызволить из воды сразу восьмерых актюбинцев. В одном случае катамаран с тремя пассажирами унесло сечением на элейке, при этом был спасен еще один незадачливый пловец. В другом инциденте на той же реке в опасности оказались четверо отдыхающих, чья лодка неожиданно перевернулась. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. В ДЧС добавили, что возвращаясь на берег после инцидента с катамараном, спасатели увидели другого отдыхающего. Который уплыл от берега и не мог самостоятельно вернуться обратно. Его также вызвали из воды и провели с ним профилактическую беседу. На следующий день вблизи коммунального пляжа по проспекту Нокина перевернулась надувная лодка с четырьмя несовершеннолетними. К счастью, ребята смогли самостоятельно забраться в лодку и дождаться прибытия спасателей. На сегодняшний день сотрудники гражданской обороны провели 398 рейдов на водоемах. С начала купального сезона было спасено 24 человека, 21 из которых дети. В 40-градусную жару люди спасаются от нее, в том числе и на пляжах. Сегодня очередной день рейда и множество купающихся. Например, здесь на пляже Болошак сегодня много взрослых и детей. Люди осведомлены о правилах отдыха у водоемов и стараются купаться в проверенных местах. Дети купаются, играют. Мы стараемся следить за ними. Обычно приезжаем с семьей на отдых сюда. Одних детей никуда не отпускаем. Очень много случаев, когда тонут дети без присмотра. Это страшно. Конечно, надо за детьми следить. Это в первую очередь ответственность родителей. Здесь на пляжах хорошо, мусора нет и хочется приезжать. Глубина мелкая, как раз для наших деток. За вход на такие частные пляжи нужно заплатить. На берегу всегда дежурят спасатели, которые предупреждают людей о правилах безопасности с помощью громкоговорителя. Также у них имеется аптечка для первой медицинской помощи. Отметим, что люди часто тонут в местах, запрещенных для купания. С начала июня на воде погибло 8 человек, 6 из которых – дети. Силами спасателей было спасено 18 человек. А еще 6 серых из воды вызвали неодухающие. Где купание в запрещенных местах запрещается, где установлены знаки и в неустановленных местах. У нас предусмотрено 412 статья Кодекса административных правонарушений. Влечет штраф на физических лиц в размере 7 месячных расчетных показателей. Также у нас по линии управления полицией тоже сотрудники полицейские и местные полицейские службы могут привлекать к административной ответственности по 364 статье. Это уже на купание в запрещенных местах, можно так сказать. У них предупреждение идет санкция. А в данной санкции 412 не предусмотрено предупреждение и сразу идет штраф. Сейчас в нашем городе имеется более 100 запрещенных для купания мест. А для отдыха горожан работают 17 частных пляжей, 1 коммунальный и 2 аквапарка. Тамирис Шумабаева, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Сегодня в октябре прошло предварительное слушание по громкому делу об убийстве 4-летнего Данила Ахунова. Напомним, 30 декабря прошлого года тело мальчика, закупанное на пустыре, нашли полицейские. Согласно материалам дела, убийство произошло 23 декабря. Ребенок получил множество ударов в разные части тела, отчего и скончался на месте. На скамье подсудимых 41-летний отец мальчика. Слушание по делу об убийстве мальчика ведет судья Бахтагалеев. Согласно обвинительному акту, 23 декабря прошлого года подсудимый находился на съемной квартире вместе со своим малолетним ребенком. Будучи в раздраженном состоянии из-за капризного поведения болеющего простудой сына, мужчина избил его, нанеся удары тупым предметом по голове, лицу и животу. От полученных ударов мальчик потерял сознание и скончался на месте. На следующий день с целью сокрытия совершенного преступления подсудимый закопал труп ребенка на пустыре. В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области проходит предварительное слушание по уголовному делу по отношению гражданина, обвиняемого в совершении убийства малолетнего лица, находящегося в силу своего возраста в беспомощном состоянии, то есть в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Напомним, что о пропаже Данила Ахунова перед новогодним праздником в полицию заявил сам отец. Волонтеры и стражи порядка двое суток искали ребенка. А информация о пропаже ребенка была разослана во все местные СМИ и в социальных сетях. После того, как бездыханное тело мальчика обнаружили, весь город был шокирован новостью о жестоком убийстве. Отметим, что Данил Ахунов являлся одним из тройняшек. Его брат и сестра были переданы в Центр поддержки Айяла. Мать от тройни отказалась около двух лет назад, а в конце 2021 года появился их биологический отец, который потом с помощью ДНК-анализа наказал родство и забрал детей к себе. С отцом тройняшки пожили полтора месяца. Томирис Шумабаева, программа «Факт». Количество ДТП на загородных дорогах растет. Согласно данным полиции, каждую неделю на трассах республиканского и международного значения происходят аварии. В связи с этим в регионе 1 июля стартовала УПМ «Уснувшие за рулем». Основной причиной ДТП является движение во встречном направлении и отвлечение внимания водителя. В УПМ «Уснувшие за рулем» принимают участие также и медики. В ходе акции сотрудники полиции останавливают автомобили на дороге и напоминают гражданам о правилах безопасности. А у водителей медики проверяют артериальное давление и состояние здоровья. Стоит отметить, что рейдовое событие «Уснувшие за рулем» продлится до 31 июля. 16 иностранцев задержаны в октябре за попытку незаконного пересечения государственной границы. Все задержанные граждане Индии прибыли из южных регионов Казахстана и намеревались транзитом на микроавтобусе. Под управлением гражданина Российской Федерации незаконно въехать на территорию соседнего государства. Как сообщает департамент полиции, иностранцы подконтрольно отправлены в Алматы для дальнейшего возвращения на родину. Особо опасно. Жители пяти аварийных домов по улице Чикалина каждый день боятся, что их жилища рухнут, а сами они окажутся под его завалами. Жилье признали аварийным еще 16 лет назад. Столько же их кормят обещаниями о переселении в новые дома. Сегодня люди собрались в здании городского акимата, чтобы получить точный ответ на вопрос, когда же им ждать обещанного новоселья. Под завалами каждый день рискуют остаться жители аварийных домов по улице Чикалина. Их жилье построено по соседству с исправителем учреждениям и может рухнуть в любой момент, создавая опасность для их жителей. По словам местных жителей, их дом признали аварийным уже довольно давно. А обещания переселить их из чрезвычайно опасных домов в новые звучат уже порядка 10 лет. Однако не устали слушать пустые обещания. Много лет, 16 лет, да, 16 лет, и у нас дома уже рушатся натуральным образом. Вот, поэтому нам даже там страшно жить. 81-го года, 60-го какого-то года тоже, ну старые уже все. Особенно наш дом, 44Б, он, кирпичи летят, летят каждый день. Вообще там страшно находиться. И поэтому нам некуда идти, мы вот живем, надеемся. И сегодня у нас как крик души был, ну, прийти сюда. Вот, потому что, ну, уже мы ходили на стройку, ничего не делается. Мы пришли с таким вопросом, ну, слава богу, вроде бы, кажется, поняли нас, руководство. Как говорят жители, часть квартир уже давно пустует. В их домах от сырости частично обрушились стены, падают кирпичи. Продать такую недвижимость нереально, а возможность переехать имеют не все. На вопрос жителей, когда же им, наконец, выделят долгожданные дома, в городском Акимате ответили вполне однозначно. Строительно-монтажные работы уже ведутся. Паня «Стройстандарт-222» приступил к строительно-монтажным работам. Ранее они получили разрешить документы на строительство этого, строительство домов для жителей аварийного домов. Но, учитывая, что там имелась необходимость внесения корректировок в этот проект, на сегодня, вот буквально на этой неделе, корректировки планируется завершить, и он уже дальше продолжит строительно-монтажные работы. Только что вот все участвовали на этом совещании, и инвестор подтвердил свои слова, что до конца текущего года он полностью построит дом, и жители 58 аварийных квартир могут переселиться в новое жилье. Так, в пяти аварийных домах по улице Чекалина насчитывается 58 квартир. По ним ведется работа. Жителей планируется переселить в новые квартиры в поселке Кызылжар уже к концу этого года. Жанна Иссалдинова, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Сегодня истекает срок перевода системы контрольно-кассовых машин на новый протокол 2.02. Стоимость перепрошивки аппаратов составляет 10 тысяч тенге, сообщили сегодня сотрудники городского управления госдоходов. При этом они и предупредили, что тех предпринимателей, кто не успеет уложиться в срок, ждут штрафы. Преимущество протокола 2.02 – возможность в фискальном чеке по требованию клиента отражения ИИН, БИИН покупателя. Если отразили ИИН или БИИН в чеке покупателя, то такой чек для неплательщиков НДС по сделкам, прорывающих тысячи МРП, будет являться подтверждающим документом для вычета КПН вместо электронной счет-фактуры. Также добавлен новый тип платежа, мобильный платеж, возможность отображения наименования товаров в фискальном чеке. В налоговой службе добавили, что с сегодняшнего дня протокол версии 1.2.4 будет заблокирован. По всем вопросам касательно контрольно-кассовых машин, актюбинцев попросили обращаться в контакт центра сервисных компаний. У девяти жителей Туркестанской области выявили конго-крымскую геморрагическую лихорадку. С начала года в медицинские организации области с укусами клещей обратились 985 человек. На сегодняшний день у 48 пациентов подозревают ККГЛ. У девяти диагноз подтвержден. Как уточняется, одного пациента уже выписали. Ситуация в регионе стабильная. Двое детей утонули в канализационном очистном сооружении в Жамбульской области. 9 июля в городе Шу местным жителям были извлечены тела двух детей 13-го года рождения. Мальчики, оставленные без присмотра взрослых, во время игры упали в канализацию и утонули. Четверо погибли и двое госпитализированы. В результате опрокидывания легкового автомобиля в Бурабае передает Костак. Среди погибших от полученных травм, несовместимых с жизнью, 30-летний водитель Toyota Camry, его супруга, 41-летний пассажир и 14-летняя подросток. Выжила годовалая дочь погибшего водителя. Кроме того, 6-летняя пассажирка госпитализирована в травматологию и 39-летняя женщина находится в тяжелом состоянии. Двое человек погибли и несколько пострадали в Восточно-Казахстанской области. ДТП произошло на трассе Усть-Каменогорск-Рахмановские ключи. Шестилетний ребенок погиб в ДТП также в Восточно-Казахстанской области на трассе Омск-Май-Копчегай. Подросток убит выстрелом из ружья в голову в Туркестанской области. Вечером 8 июля на поле одного СТО мужчина, нанятый для отстрела птиц на винограднике, произвел выстрел и по неосторожности попал в голову подростка, который скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело, изъято охотничье ружье 12-го калибра, назначена экспертиза. Полиция установила подозреваемого по делу о смерти девушки и вымогательстве в Алматы. Следствием установлены все участники и свидетели происшествия. Определено основное подозреваемое лицо, проводятся необходимые следственные действия. Ранее стало известно, что девушка выпрыгнула со второго этажа и погибла. Расследование ведется по статьям «Доведение до самоубийства» и «Вымогательство». Пожар в Леболхашском резервате ликвидировали, жертвы пострадавших нет. Тушение проводилось силами 26 человек и 13 единиц техники. 25 июня Костак сообщал, что более 6 тысяч гектаров сгорело на территории Болхаша в Ламантинской области. 30 июня МЧС заявило, что тушение пожара продолжается воздушным и наземным способами. 1 июля загорание камыша на территории Болхаша было локализовано. Завершился ремонт после вынужденной остановки на ТЭС «МАЭК» в Мангистауской области. В 4.11 утра 9 июля блок включили в работу, а уже днем его загрузили до 150 мегаватт. ТО «МАЭК» обеспечивает электроэнергией Мангистауской области с выдачей мощности 36 мегаватт в Атырауский регион. 3 июля на ТЭС «МАЭК» произошла вынужденная остановка энергоблока номер 1. В регионах созданы оперативные штабы для координации мер по борьбе с саранчой. Министр сельского хозяйства Ербол Карашукиев прибыл в Кустанайскую область. В Актюбинской области с 8 июля находится вице-министр сельского хозяйства Абулхаир Тамабек. На территории Актюбинской области обработано 668 тысяч гектаров, в том числе против итальянского прусса – 645 тысяч гектаров или 99,97% от прогнозируемого объема обработок. Против азиатской саранчи обработано 21 тысяч гектаров или 95,5% от прогноза. Курьеров наказали за акцию протеста в Астане. После разбирательств участники акции были привлечены к административной ответственности. Накануне вечером на территории Экспо курьеры компании «Яндекс» выразили недовольство условиями труда. Затем они проследовали на скутерах к монументу «Казахстанское солнце», создав серьезные помехи дорожному движению и были остановлены сотрудниками полиции для выяснения обстоятельств. После рекламы смотрите следующие сюжеты. Пятикратно увеличилась площадь сельхозугодий, которым требуется химическая обработка от саранчи. В зависимости от погодных условий вредитель может достигать пика своей активности. Разбирательство с руководством Казахстан «Темиржолы» и риск закрытия 26 строительных компаний. Палата «Атамикен» защитила права бизнесменов, сэкономив им 7 миллиардов тенге. Депутаты мажориста парламента приехали с очередным рабочим визитом. Сегодня мажористмены встретились с персоналом второй поликлиники ТЭЦ и молочного производства. Мечта о своей квартире становится реальностью. Участвуйте в розыгрыше квартиры от Национальной лотереи 16 июля. Не упустите шанс стать новоселом. Покупайте билеты на сайте sz.kz, в отделениях почты и в точках продаж. Вы хотите просто дать рекламу без сложных прайсов, лишних цифр и сносок? В конец запутались в вариантах? С нами вы разберетесь в три счета. Всего три пакета размещения. Экономный, оптимальный, премиальный. В рекламной службе медиагруппы «Рика». Освободите голову для бизнеса. Простое предложение – верное решение. Звоните 220-250-222-300. Это не просто QR-код. Это радио нашего города. Сканируй и слушай онлайн на сайте rikotv.kz. Лови волну в один клик. Подключайся прямо сейчас. В Актюбинской области по сравнению с прошлым сезоном в этом году площадь обрабатываемой от саранчей земли увеличилась в пять раз. На сегодняшний день в регионе от итальянского пруса и азиатской саранчи защищено более 667 тысяч гектар сельхозугодий. Это 95% от прогнозируемого объема обработок. Фитосанитарная обстановка в нашей области под контролем. Посевы защищаются от нашествия саранчи. Специалисты ведут химическую обработку с помощью 56 единиц опрыскивающей техники, 19 наземных вентиляторных опрыскивателей, 19 аэрозольных газогенераторов, 8 судов сверхлегкой авиации и 10 самолетов. В этом году наибольшее количество саранчи, а именно итальянского пруса, замечено в Айтикибийском районе. В прошлом году мы обработали 104 тысяч 410, а в этом году у нас выходит еще 169 тысяч 15 гектаров. Итальянский прус также распространился в Иргизском, Уылском, Храмтауском, Тимирском и Шалкарском районах. Азиатский вид саранча отмечен в Иргизском районе. Сейчас в регионе ситуация стабильная. В целом распространение стадных саранчевых вредителей имеет цикличный характер и зависит от климатических условий. Тамерис Шумабаева, программа «Факт». Разбирательство бизнесменов с руководством областного филиала «Казахстанцы Мержулы» и риск закрытия 26 строительных компаний, а также ряд проблем рассматривали с начала года в региональной палате предпринимателей «Атамикен». По данным сотрудников ведомства, за озвученный период им удалось защитить имущественные права своих клиентов на общую сумму в 7 миллиардов тенге. В июне в палату «Атамикен» обратились предприниматели горнодобывающей отрасли. Они посетовали на то, что в национальной компании «Казахстанцы Мержулы» им не дают возможности пользоваться собственными вагонами для транспортировки щебня. Вместо этого в компании «Монополисты» по ЖД-перевозкам в мае издали приказ о пользовании только транспортом дочернего предприятия «Кастемиртранс». «Кастемиртранс» После вмешательства правозащитников злополучный приказ был отменен, и горнякам дали право использовать собственные вагоны для транспортировки. Другим случаем разбирательств стал вопрос закрытия сразу 26-ти стройкомпаний этой весной. Причиной для судебного иска со стороны сотрудников государственного архитектурно-строительного контроля послужило наличие в компаниях работников, которые трудятся сразу в нескольких предприятиях, что противоречит нормам. Однако в итоге суд принял сторону бизнесменов, и ни одна из фирм лицензии так и не лишилась. Если бы, скажем, своевременно и должно-оперативную данную помощь не получили бы предприниматели строительной отрасли, то на сегодняшний день они бы лишились своих лицензий строительных, это в первую очередь, которые приостанавливают их деятельность. Кроме того, они бы лишились всех своих договоров, которые на сегодняшний день они взяли и обязались строить те или иные объекты. Ну и кроме того, соответственно, те, скажем, рабочие, которые были у них в компании, они бы все в основном остались бы без работы. Всего с начала года в региональную палату Атамикен поступило 79 обращений предпринимателей. Основными направлениями жалоб стали сферы энергетики, госзакупок, земельных отношений и налогообложения. В пользу бизнеса вопрос решился в 35 случаях. Остальные обращения пока рассматриваются, заключили в палате. Влад Ругушев, программа «Факт». Депутаты и мажористы парламента Республики Казахстан приехали в Октябрьскую область с очередным рабочим визитом. Сегодня в рамках поездки мажористмены встретились с персоналом второй поликлиники. Здесь были озвучены проблемы жителей, решения которых необходимо найти в ближайшее время. Сегодня депутаты мажориста парламента Республики Казахстан встречаются с коллективом нашей поликлиники и врачами других медучреждений для того, чтобы выстроить связь с народом, услышать о проблемах местного масштаба в той или иной сфере, узнать о том, что беспокоит наших октябинцев и ответить на вопросы. Конечно, как и в любой другой сфере, в медицине тоже есть ряд проблем, которые требуют скорого решения. Например, вопрос о выделении бюджета поликлиникам и подготовка специализированных кадров. Кроме того, мажористмены посетили местную теплоэлектростанцию, ознакомились с ее работой и провели встречу с коллективом. На повестке дня встал вопрос о профилактике чрезвычайных ситуаций на станции. Также депутаты ознакомились с ходом модернизации молокоперерабатывающего завода ТО «Айс-Плюс» с привлечением инвестиций в размере 2,8 млрд тенге и созданием дополнительных рабочих мест. Президент Ордобасы Бауржан Абдубаитов рассказал вести Киезет о пришедших новичках и других потенциальных трансферах. Шымкенский клуб продолжает усиливать состав летнее трансферное окно в связи с борьбой за титул чемпиона Казахстана и перед стартом квалификации Лиги конференции. По Артему Беседину и Думану Нарзилдаеву уже все обковырено, остались только технические детали. Скоро мы их заявим. Что касается Евгения Макаренко, его кандидатура еще обсуждается. Говорить о его трансфере пока рано, заявил Абдубаитов. Ордобасы на данный момент занимает второе место в чемпионате Казахстана. В его активе 35 очков после 14 матчей. Шымкенский клуб отстает от Астаны на 3 балла. При этом столичная команда провела на 2 игры больше. Во втором раунде квалификации Лиги конференции Ордобасы сыграет с Польской Легией. Первый матч Казахстанский клуб проведет на своем поле. Ответная встреча состоится в Польше. Игры запланированы на 27 июля и 3 августа. Мечта о своей квартире становится реальностью. Участвуйте в розыгрыше квартиры от Национальной лотереи 16 июля. Не упустите шанс стать новоселом. Покупайте билеты на сайте sz.kz, в отделениях почты и в точках продаж. Расширьте возможности в вашей рекламе. Новая услуга – реклама с QR-кодом. Это возможность перехода в один клик на ваш сайт или страничку в Инстаграм. При просмотре ролика на Рика ТВ или баннера в газете Эврика. Все, что нужно – навести смартфон. Смотри, сканируй, заходи. Рекламная служба медиагруппы Рика. Звоните 220-250-222-300. Читай газету в телефоне ежедневно и бесплатно. Эврика всегда с тобою. Подпишись в Телеграм и Инстаграм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова